Друзья мои хорошие, всех приветствую на своем канале, меня зовут Дмитрий, это канал Добро Едет и сегодня интересный обзор не только для вас, но и для меня. Сегодня у меня на обзоре Т-248 от компании Трансмасси, за что им выражаю огромную благодарность за сотрудничество и за предоставление этого игрового руля, которого еще нету в России, ребята, потому что этот руль сейчас только по предзаказу. Предзаказ стартовал в августе на данный игровой руль и уже поставки этих игровых устройств вообще и в Европу, в США и в Россию в том числе будет где-то в середине октября. Цена данного руля будет стоить примерно 400 долларов, вот как-то так. Давайте скорее смотреть, что из себя представляет данный руль. Итак, друзья, вот в такой коробке он пришел, вот так он будет поставляться, тяжелый, коробка где-то килограмм 10, наверное, весит, прям это будет выглядеть вот таким вот образом. Поддержка PlayStation 4, поддержка PlayStation 5 и PC. Здесь, естественно, есть на английском языке какие-то там функциональные всякие вещи, понятно, что это будет вот так вот выглядеть. Блин, тяжело, конечно, держать по 10 килограмм вот так вот на весу, но что поделаешь, вот так вот. Он, естественно, с педальным блоком, новый педальный блок, ну и, соответственно, сам руль вот так выглядит. Давайте смотреть. Пожалуй, это база, наверное, этот руль, самый легкий руль, какой я держал в своих руках вообще, ребята. Это просто пипец. Я даже, ну, не представляю, вот сколько я держал в руках игровых рулей. Это самый легкий руль, какой только есть. Я не знаю, вот это там, это пипец просто, вообще, он легкий. Он легкий до такой степени, что мама не горюй. Итак, база, гибридная система, здесь гибрид, здесь новая силовая установка, которая будет мощнее на 75%, чем, там, как заверяет Трансмастер, на 70%, по-моему, 75% мощнее данная база, чем у игрового руля Т-150 Про, если их вот так вот сравнивать, да, предыдущую модель и модель новую. Далее, подключение здесь, смотрите, какое. Здесь есть вот такая вот штуки НС, туда вставляются провода, резиновые ножки, то есть база вот так, можно прикрепить, в принципе, его, да, есть отверстие для кокпита, чтобы можно сделать. И стандартная система подключения, как и в 150, сейчас, естественно, покажу. По поводу самого руля, что хочу отметить, ребят, он пластиковый, да, он пластиковый, хочу отметить здесь резина, даже не резина, это кожа, это, по ходу, кожа, ребят, она проминается. Не в подключенном виде, не сказать, что он прям тяжелый, вот, и громкий, это надо все-таки смотреть. Лепестки, подрулевые лепестки, они магнитные. Шумновато, шумновато будет, конечно, это прям вот, да, они магнитные, отклик обалденный. Центровка, не знаю, у конкурента она слезла, если говорить про другие рули. Количество кнопок, больше 20 кнопок здесь. С переключением дисплея, поддержка PlayStation, естественно, вот это прям вот надо вот так, прям LED-овскую вот эту вот штукенцию, надо вот так вот. Как я люблю это делать. Имеет телеметрию. Это руль, который имеет телеметрию, друзья, собственно, здесь три преднастройки отдачи. FB1, FB2 и FB3. Третья, это максимальная, скажем так, отдача. Первая легенькая, вторая, ну как бы средняя, да, то есть там зависимости от того, то есть и все это можно выставлять прямо на ходу в игре. Не надо лезть в настройки программного обеспечения, можно просто взять вот так вот и на ходу здесь все это дело переключить. Кнопочки. По кнопочкам здесь они мягкие, они такие прям все вот четко проваливаются здесь. Все это сделано, естественно, под PlayStation 4 и 5 в основном. Но, блин, какой же он легкий, какой он легкий. Подключение, ребята, еще раз смотрите, вот здесь вот, 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 подключение к, значит, руль, да, то есть сам руль подключается, педальный блок, к КПП и все, по-моему, и все. Руль несъемный. Что-что, к сожалению, здесь руль у него несъемный. Окей, педали. Друзья, педальный блок здесь прям оттаз, он тяжелый, он увесистый, имеет, естественно, пластик. Нажатие тяжелое, это не предыдущая модель, прям, блин, прям отклик. Дальше, четыре варианта регулировки педалей тормоза, да, то есть до этого в 150-м была такая заглушка, которую можно поставить, в конкурентах тоже эта заглушка стоит. А здесь какая-то определенная система регулировки, какой я сейчас еще не знаю, надо инструкцию смотреть. Вот так это выглядит, ребят, педальный блок имеет также возможность подключения к кокпитам, ну и, соответственно, прорезиненные ножки везде. Вот так это будет выглядеть. Подключается вот таким вот коннектором, вот такой коннектор к базе самого игрового устройства. Это пластик, это металл, здесь пластик. Ну, блин, его хрен прожмешь. Перфорация, чтобы не скользили здесь ноги. Вот так, друзья, выглядит данная педалька. Ну, пушка, ну, по сравнению со 150-м, да, блин, я сейчас не поднимаю, будет у меня отдельно обязательно на обзор на сравнение, но вот здесь вот прям сделано четко, сделано прям вообще, ребятки, ну, прям вообще. Такой вот педальный блок. Так же, друзья, в комплект идет макулатура в виде компании Трансмастер, то есть это буклетики, где есть инструкция по данному игровому рулю, то есть как, что, наверное, с ним надо сделать. На руководство пользователя, вот, на русском языке, руководство пользователя на русском языке, здесь можно полностью посмотреть, как даже тут заменять педаль. То есть как это все делается, ну, что касается брошюрки, я, естественно, попозже почитаю. Дальше, в комплекте здесь идет шестигранник для педали тормоза и сменная вот такая пружина, то есть она достаточно плотная, но я не знаю, как она будет себя вести. Это для тех, кому, если кто хочет отрегулировать, наверное, да, то есть вот эту тему. Так же в комплекте идет у нас питание на USB, на USB Type-C и USB, это вставляется в руль и подключается к PC, либо PlayStation 4, то есть без разницы. Но и так же в комплекте должен быть вот коробочка, здесь идет отдельный блок питания, отдельный блок питания для подключения к сети. Вот как-то так. И самое главное, как его крепить, как, друзья, его крепить? Окрепить его, блин, окрепить его придется теми же самыми способами, как и T-150 Pro. О, та же система крепления в виде, значит, вот так это будет вставляться в руль и закручиваться в виде вот такой стропцины. Ну, блин, не нравится мне это крепление, если честно. Почему? Да потому что, ребята, вот смотрите, вот у меня сейчас T-150, у него вот она же, эта система. Вставляется она вот сюда болтом вот этим и начинается закручивание. Да, это вот что касается T-150, T-150 в два раза тяжелее, чем 248-й. Я вам хочу отметить, прям пипец. Да, то есть возвращаясь, возвращаясь к этому рулевому колесу, это вообще пушинка просто. Он легкий, охренеть. База, база маленькая, короткая, для любых, наверное, столов подойдет прям вот его вот так поставить. Модно сделана, действительно сделана модно, как по функционалу, пока не знаю. Но мне уже нравится что? Что здесь кожа. Здесь уже она такая относительно не мягкая, но она продавливается чуть-чуть. Но уже его держать приятно, он уже такой, знаете, плотный, чем T-150. Тот вообще вот такая вот, значит, вот такое рулевое колесо. Рулевое колесо, кстати, стандартное, да, то есть, в принципе, у конкурентов такая же тема абсолютно. Поэтому, наверное, вот так вот. Давайте, наверное, как-нибудь попробуем его подключить. Друзья мои хорошие, собственно, я подключил данный руль. Ну, как подключил? Я его поставил у себя на стойке, то есть, это мое игровое место, да, там мой какой-то компьютерный стол. Вот представьте, как это будет выглядеть у вас на вашей, значит, ну, на вашем столе. То есть, это маленькая база, она очень маленькая. Я офигел, когда я ее поставил. Это, ну, не знаю, с чем сравниться. Сверху здесь, естественно, выход воздуха. Сбоку также здесь тоже есть выход воздуха. Руль сейчас отключен. Хочу отметить, что здесь рулевое колесо несъемное, и оно на 900 градусов. Ну, имеется в виду, что здесь вся эта комплектация, имеется в виду, что здесь всего 900 градусов именно по рулю. Здесь не 1080, как в Т-150, в предшественнике, да. Рулевое колесо достаточно интересно, оно мягкое. Сверху идет у нас, опять же, кожа. Здесь пластиковая окантовка. LED-индикатор телеметрии, который позволяет вам отслеживать, значит, быстрый круг, время текущее, время общее. Блин, скорость, оборотость и все в этом духе. Собственно, сейчас у меня он отключен. Давайте я его сейчас подключу именно уже в USB, чтобы показать вам калибровку данного игрового устройства, а также, наверное, шумность. Как он все-таки будет с помощью вот этого микрофона моего показывать шум самого руля. Беру я USB, вставляю. Хочу отметить, что он достаточно шумный. Появился логотип Т248 и уже он определил у меня PC. Здесь написано PC. Уже более детально по всей вот этой канители, связанной с телеметрией и настройкой этого руля, потому что это гибридный руль. Все-таки здесь происходит вся настройка. Прямо можно делать эту настройку прямо из руля. Увеличивать, уменьшать форс фидбэк и показывать различную вот эту всю индикацию. Пока здесь ее, друзья, нету. Давайте перейдем сейчас к настройкам. То есть будет у нас настройка из компьютера. Именно программное обеспечение, чтобы вам показать, что из себя представляет вообще это программное все обеспечение. Уходим. Итак, мы находимся с вами на сайте Троссмастер, где, в принципе, здесь право обеспечение такой же, как в Т-150. Наша задача скачать последние драйвера. Здесь они, вот они. Нажимаем по кнопочке скачать. Ну и, собственно, скачем драйвера. Дальше, ребята, смотрите. Здесь такая интересная тема. Так как данный руль еще нету его в продаже. Он только по предзаказу. Я, возможно, первый, наверное, обладатель в России этого руля. Я, в принципе, ищу его именно в России, здесь, в городе Воронеж. Здесь есть геймсеттинг, где можно посмотреть в данный момент, где работает эта телеметрия. В каких играх она поддерживается. И хочу отметить, что, так как это все будет в дальнейшем, естественно, разрабатываться. Это не последняя версия драйверов. В данный момент поддержка устройств следующая. Он поддерживает American Truck Simulator. Симулятор ассета курса в дальнейшем. Именно competition вот этот. Автомобилиста, Car Drive, Car X Drift, Dirt. То есть, Dirt это у нас идет, соответственно, ралли для PC, PS4, PS5. Напоминаю, здесь PS4, PS5 и PC поддержка. Eurotrack Simulator F1 от 20 до 21, то есть, 20-20, 20-21. PS4, PS5, iRacing, RaceRoom, World Cup, получается, называется, версии 10. И тут написано coming. То есть, в дальнейшем будет больше поддержка именно для этого руля, чтобы можно было отслеживать телеметрию. Как из себя выглядит вообще программное обеспечение? Игровые устройства, настройка игровых устройств. Нажимаем свойства, у нас появляется вот такое вот меню, где здесь мы можем уже посмотреть, что из себя представляет. Смотрите, максимальный угол поворота 900 градусов. Это максимально, что у этого руля в данный момент. Естественно, газ, тормоз, сцепление, понятное дело. Какие-то кнопочки. Хочу отметить, что здесь магнитные, я потом почитал брошюру, здесь магнитные переключатели. То есть, повышенные, пониженные передачи, либо это могут быть поворотники в ETS, они громкие. Это магнитные датчики. Также на педалях тоже магнитные датчики стоят. Вот в чем фишка. На педалях тоже самое стоят магниты. По тесту усиления, опять же, смотрите, допустим. Вся та же история, что и с Т-150. Сдутая шина, какой-то Боинг, это в виде вибрации. Взрыв. Открытое море в виде качания, турбо. Гоинг, не знаю, что это такое. Неровная дорога. Авария. Столкновение. Силовое поле. И удар сзади. Ну, то есть, здесь именно по настройке все, в принципе, то же самое, как и в Т-150. На самом деле, ничего не изменилось. Настройка силы абсолютно такая же, как и у предыдущих игровых рулей. Трансмастер, именно если говорить про Т-150 Про. Все то же самое по игре, рекомендуется ли по колесу. Увеличение постоянной силы периодической, либо силы рессор и так далее. Все это здесь по умолчанию. Как бы вот такие вот дела. Итак, друзья мои хорошие, вот я сейчас нахожусь в формула 1.20.20. Стою я на месте, и в данный момент руль у меня определил полностью сейчас нейтральную передачу. То есть, уже изначально. Дальше, смотрите. По кнопкам. Нажимаем мы на кнопку Mate. Мы можем с вами, значит, выбрать здесь PS4, PS5, либо PC. Нажимаем на Mate, получается у нас Exit. Дальше. Дисплей. С этой стороны дисплей мы можем с вами выбирать. Сейчас покажу, как это выглядит. Подожди. About. About. Это база. Что из себя представляет данный руль? И версия прошивки. Дальше. No ED. Это подключение данного руля. По какому принципу он подключается. T3PA. Это у нас какие педали в данный момент присутствуют. T3PA. И, в принципе, бейс. Идем ниже. FBB. Как я и сказал. Возможность установки трех вариантов FBB. То есть, вибра вот этой отдачи. Самое легкое. Среднее. И самое максимальное. То есть, по настройкам. Это, если можно считать по-русски говоря. То есть, 1, 2, 3. Три варианта. Дальше у нас RUT. Сейчас определил руль как 360 градусов. Вот так вот он определит. 270. Это максимальный. Все. Больше нет. 360. Уже руль дальше блокируется. Все это показывается. 540. Проворачивается руль еще дальше. И у нас идет 720. И 900. Вот так. 900 это максималочка вообще в этом игровом руле. Вот так вот. Идем дальше. Педали. Могут быть как обычный, так либо флур. Типа обычный. И инверсионный. Типа по-другому они будут работать. То есть, инверсия в обратную сторону. Вот у нас флур стоит. Сейчас мы поставили. Темп. Температура, я так полагаю, базы. Она нагреется. Даже можно посмотреть уже температуру самой базы. В данный момент 29 градусов. И ресет сбросить настройки. Друзья мои, дальше смотрите. Мы стоим на нейтральной передаче. Я нажимаю повышенная передача. Включается 1. Загорается плюсик. Вот таким вот образом это работает. Минус. Вплоть до нейтралки и для R. Как бы скорость. Нейтралка. Смотрите дальше. Нажимаю я на дисплей. И вниз. Точнее вот так вот. Включаю. И вниз. Speed. Скорость. Включаю первую скорость. Нажимаю на газ. И у нас увеличивается скорость. Как вы видите здесь пошло у нас именно вот это вот отображение. То есть мы начинаем переключаться. Давайте сейчас остановлюсь. Либо скорость. Идем дальше. Настройка REF. Это обороты. Это друзья обороты. Именно в игре. Формула 1. Сейчас вот до 13 тысячи. Хазую. Видите обороты совпадают именно с игрой. Дальше. Это круг. Круг именно в этой игре. То есть круг у нас один из одного. Здесь у нас time. Время. 1.27 это лучшее время. Сбоку это в данный момент текущее. По-моему если не ошибаюсь. Время оно тикает. Дальше. LL это. Блин я не знаю что это такое. Какое это еще одно время. И вот так вот можно регулировать. Как бы если вы играете в ассета корса. Формула 1 и все в этом духе. Время тикает. Дальше. Это именно тупо передача. С возможностью. Как бы ну ехать. И включать передачу. Плюс в этой игре. Как вы видите. Также оборотность показывается. Вторая. Третья скорость. Четвертая скорость. И все в этом духе. Вот как то так. Эта тема работает в. Формула 1. Давайте быстренько перенесемся в ETS. Друзья мы хорошие находились. Покажу себя в Евротрак Симулятор 2. Он также определил руль как 900 градусов. Я сейчас завожу наш грузовик. Снимаю со стояночного тормоза. Смотрите. Настройки все по умолчанию. То есть сейчас действует система. Двигателя. То есть двигатель как работает. У нас руль начинает вибрировать. Я сейчас специально даже ничего не делаю. Смотрите дальше. Полностью по умолчанию. Все отлично. То есть у нас грузовик наш рулится. И мы имеем скорость сейчас 2. Я нажимаю газ. Идет оборот. И он начинает переключать сейчас. Скорость. Четвертая. Видите. Вибрирует. То есть это сейчас настройки полностью по умолчанию. Мы начинаем разгоняться. Он показывает. А 14 здесь к сожалению такое не показывается. То есть это будет вот так выглядеть. Давайте я сейчас остановлюсь. Где-нибудь вот так вот сейчас. Вот он обороты сбрасывает. И я сейчас встал. Смотрите. Нажимаю я на дисплей. И вниз. Сейчас будет показывать скорость. Speed. То есть я сейчас нажимаю на газ. У нас не показывается передача. Но показывается именно скорость. И вот этим дисплей я могу сбросить. И будет у нас показываться чисто обороты шкала. И наша скорость в данный момент 40 километров. Я уже протестировал. Все это четко работает. Прям показывает. Вот 60 километров. Сейчас мы сейчас с вами едем. Мы можем вниз посмотреть. Нажать на дисплей и вниз. И посмотреть оборотость двигателя. В данный момент идет у нас RPM оборота двигателя. Это не работает. Это естественно в гонках. Где позиция и все остальное. То есть здесь по сути либо скорость в ETS с оборотами. Включение через дисплей. Либо отключение, блокировки и со скоростью. То есть вот такая вот манипуляция. Что касается самих настроек и всего остального. Ребята все по умолчанию. Ничего сверхъестественного. Такого здесь нет. То есть руль здесь функционирует. И достаточно очень удобно и интересно показывает. Никаких проблем нет. То есть пожалуйста. Сейчас я остановлюсь. Руль весь крутится как надо. Это сейчас 900 градусов. И он также естественно. Да по сравнению со 150 он возвращается. Вот этот руль в игре возвращается обратно. Вот серьезно. Сейчас я вот газ нажму. Мы сейчас поедем. Видите? Вот сейчас как надо. Вот 150 не возвращался. Вот этот руль на скорости нормально возвращается туда, куда ему друзья надо. Вот реально. Вот он имеет систему вот этого возврата. Скорость 60-70 километров в час в данный момент. Вот такие вот дела. Друзья мои хорошие. Возвращаясь вообще к теме этого руля. После всего вот этого обзора наверное. Да. Что я сейчас сделал. Я хочу отметить. Что этот руль мне очень понравился. Даже хочу сказать вам больше. Мой ребенок придя со школы. Увидев этот руль. Потому что я этот обзор писал из кусков. Естественно. Да. Где-то обзор. Самого распаковки. Где-то именно игровой процесс. И все в этом духе. У меня ребенок сел за этот руль. Немножко на нем посидел. Поиграл. Пощупал его. Хоть он маленький. 7 лет ему. И он сказал. Папа это самый удобный руль. Который я вот держал в руках. Хотя у меня рулей ребята много. Да. Было. И как бы у меня ребенок тоже все эти рули щупал. И играл на них. И хочу отметить. Что все-таки наверное. Я с ним соглашусь. Своим сыном 7-летним. Что это действительно удобный руль. Он реально удобный. Сверху кожа. Снизу пластик. Он не вылетает из рук. Он не шатается не так и не сяк. У него люфта нету от слова совсем вообще. Люфта нету. Греться. База не греется. Даже при долгих каких-то играх. Я смотрел. И вот и щупал. Да. Я там Формула 1 пытался. Там и Вассета Корса. Хочу отметить. Что он не греется. База маленькая. Аккуратненькая. Руль несъемный. Это минус. Но с другой стороны. В укор чего? В укор того. Что у тебя не будет всей вот этой телеметрии. Которая в дальнейшем естественно будет развиваться на многих каких-то других играх. Пока это небольшой такой скудненький набор. Настройки. По шумности. По шумности он примерно такой же как Т-150. Может быть чуть потише. По мощности. Он мощнее Т-150 действительно в разы. У него форс фидбэк. Вот эта отдача. Которая регулируется здесь от слабой к сильной. Самой сильной. Всего три позиции. Это действительно ребята руки вырывает. Прям с корнями. И вот в каких-то таких действительно интересных симрейсинских игр. По поводу кнопок. Кнопки здесь. Действительно их много. Их можно забиндить. Перебиндить. Куда вы хотите. На поворотнике. Хотя они шумные. Вот эти магнитные переключатели. Ребята. Видите как они щелкают. Они шумноватые. Тут по факту. Тут это наверное больше минус чем плюс. Хотя. Дело привычки. Но они аккуратные. И легко держатся. Прям вот на самом руле. То есть удобно их переключать. Но они шумноватые. Руль 900 оборотистый. Да. То есть съемного руля здесь нету. Ребята. Это вот как есть решение. Так и есть. Телеметрия. Отдельное слово к телеметрии. Я сейчас еду. Я сейчас могу посмотреть. 79 я еду. 78. Ну вот да. Просто я сейчас газ отпустил. Вот 76. Полностью адекватная позиция того. Что я сейчас вижу у себя на экране. На именно на этом руле. 81. 82. Вот спид у меня пошел. Могу посмотреть обороты. Могу посмотреть быстрый круг. Быстрый круг. Текущее время. И так далее. Это действительно блин удобно. Телеметрия здесь работает прям вот так вот. Вот для этого руля. Что касается кнопок. Кнопок большое количество. Опять же повторюсь. Можно перебиндить куда хотите. На любые. На поворотники. Это лепестки у меня там на поворотниках каких-то. Да. Там сделано. Там увеличение круиз-контроля. Причем. Забиндивание этих кнопок в играх. Никаким образом не влияют на настройки отдачи и того подобного. Что есть в этом руле. То есть это все-таки наработает по кнопке made. По кнопке дисплея. Вы можете сами здесь отрегулировать то что вы хотите. Это действительно тоже очень удобно и круто. По настройкам любой игры ребята все естественно в ваших руках. Потому что у меня сейчас абсолютно стандартные настройки стандартного руления. Полностью. Руль работает отлично. Это сейчас просто сильно. Но по громкости да. Все-таки скажу. Но. Вот если бы я сейчас сравнивал его с предыдущей моделью. С Т-150 от этой же компании Transmaster. Хочу отметить что все-таки это руль безусловно лучше. На данный момент бюджетный сегмент. Даже превосходит пожалуй Logitech G29. Это по факту сразу хочу отметить. Он удобный что пипец ребята. Вот я сейчас получаю. Вот сейчас я еду в ETS. Я получаю огромный кайф управляя этим рулем. Вот как просто я на нем еду. Он крупный. Он толстый. Он несистый такой. То есть я могу хорошо его держать. Я понимаю что держу действительно руль. А не какую-то вот такую пластиковую дичь. Как в Т-150. Хотя Т-150 достаточно тоже хороший руль. Бюджетный. С в принципе адекватной отдачей. Если вы про симрейсинг иметь ввиду. Вот этот руль ведет себя хорошо. Как и в Формуле 1. Как и в ETS Америке. Так и в других каких-то гонках. Вполне себе действительно интересный вариант. И все-таки это новинка. Это новинка 21 года ребята. И как бы ну вот такие вот дела. Дальше ребята. И последнее наверное что я хочу отметить. Что я действительно очень рад что разработчики прислали. Да компания Троссмастер прислала мне этот руль на обзор. Это пожалуй наверное первый. Русскоязычный обзор на российском наверное ютубе. Вообще в принципе этого игрового руля. И я наверное являюсь. Ну наверное скорее всего практически. Там не знаю может быть по пальцам пересчитать. Кто обладает этими рулями в данный момент в России. Потому что данного руля еще в России нет. Предзаказ 31 августа стартанул на этот игровой руль. Троссмастер Т248. Этот руль выйдет в релиз только в конце октября. Только начнется продажа его. Цена сейчас в данный момент 399 долларов. На рубли ну 4G7 там считайте. Ну грубо говоря под 30 тысяч там этот руль будет стоить. Плюс-минус да. Вот если вот так вот посмотреть. Плюс-минус там посчитайте сами. В цене 400 долларов. Данный руль сейчас стоит. Его можно уже купить в принципе на компьютер университете. Предзаказать если не ошибаюсь. Но в России этого руля еще нет. Вот как-то так. Ребят пишите что вы думаете по данному игровому новому рулю. С вами был Дима. Канал Добро Ей. Туемся в новых дозах и стримах. Не забывайте ставить лайки и подписаться на канал. Удачи.